видите от мистит кварц песочек золотой он не совсем золотую поглубже копнуть на метр там он золотой что желтый песок это не золотой это так все тут вот камушки уже ходим не проваляемся но откуда берется песочек а потому что долбят сверху золото показатель от мертвые жемчужницы видите они мертвые напрочь то есть они сдохли в этом году и даже разломать не успела то есть что-то слили и они сдохли их тут полно то есть все убили реку потому что если бы они сдохли в прошлом году их перемолоте было бы льдом вот еще дохло видите прям река завалена то есть следы экологической катастрофы просто то есть кто-то добывает там золотишко сливает цианида сюда и речка умерла вот она дохла видите страна мы радовались вот все обкидали сейчас как могли ну идеальное место просто подлинка под спуск вот лист течет под харюса даже пескаря не видно никакого-то галина нихера рыбы нет и все рыба ушла или передохла все вот представляете да что творится на дальнем востоке вот такая правда жизни может и выяснила наша экспедиция по реке харпи ну по-хорошему набрать воды то есть может сброс был локальный какой-то там когда были наводнения циклоны как бы через дамбу или через чё мы это не увидим потому что свежих карт нет это все мои предположения это все крышуется сами понимаете где отнюдь не в хабаровске даже хотя там этот клоун сидит грёбаный это крышуется москве и где-то дальше короче уничтожение природы выгребание ресурсов вот это все чтоб не видели люди индейцы блин их выживают отсюда потихоньку и мы вот как последние индейцы решили нас к игре сам поход отправиться горам выяснили вот это все безобразие остались без рыбы другом месте мы прыгают точно наловили но представьте такая же фигня творится на тумнение уже третий год там золото там рыбы нет она все это огромная река по меркам 1 сна на тройку рек хабаровского края входящих тумнин горных именно красивых потом они конечно же с заповедником хор гур вот это вот даже пожалуй но амгу не такая горная да ну конечно есть более северные но такие известные до которых можно добраться до то есть и все и тут в общем а ну кур конечно же сбора это тут все вот такое вот хозяйство не понимаете выжженная абсолютно ведь и безжизненное это еще досталось наследие мрачных времен то есть вот он там он где-то это река петли делает мы сейчас на юг идем хотя наша цель на север гора вон горы там видите пирамиды которые предыдущие снимали когда поднимались как бы мы уже все зашли у нас мотор еле тянет то есть если бы мы полные шли мы вообще не прошли вот мир вяжем чужнице то есть она просто мертвая эти моллюска нет вот такие вот дела все идем греться и в обратный путь сплавом потихоньку не знаю так будем покидывать в общем до моста делать нет может еще помогли мостовики там сеточку поставили перекрыли как грится весной добили последнего малька но я даже сейчас китины тут не вижу видите кита даже не идет да греемся едем андрюхин все андрюх не нужны дрова вот погрелись травой залили и уехали она тут же не сгорит как бы все готовить будем на этой самой на вот где была коса там там лучше приготовим на горелке мужа принципе 12 часов 40 минут в общем два часа мы прошли вверх две заправки сожрали своих но чуть меньше там 20 процентов осталось греемся порыбачили уже неплохо и на ветках по развешивали его час я на ветках развешиваю разные воблеры да и вот здесь вот кстати поверхностный хорошо идут то есть вообще идеальное место то есть метр метр-два глубина быстрое течение камушки то есть хорошие такие он там есть коряжки ну для ленка для сплавного для хариуса вообще вот он кормится на таком течение прям идеально ничего не видно короче сейчас мушек поставим на обратном пути еще покидаем ну как бы грустно грустно и вот жижа может даже вот впоследствии химической реакции с почвой этой гадости уж то она не болотная жижа вот ржавый свет не характерный видеть я них не геохимик как бы за все не скажу ну короче с вертолета ского космоса виднее вот такая коровите а людям война все уши дует короче как бы это защищайте не понять чего до вместо убитой природы вместо защищать мать родную землю защищать олигархов которые гадят вот это все устраивает которым наплевать на экологию на будущее вообще-то планеты человечество и наша конкретно нас до 8 двух андрюх в частности вот нам только штрафы нам только какие-то левые обязанности законы о какой-то рыбалке который просто нет в убитых реках и так далее короче то есть понимаете всю трагедию россии спасибо всем за огромную поддержку вашу понимаете каждый там комментарий каждый пост там что вы волнуетесь там не говоря там о взносах да пушка очень греет душу главное ну а взносы как греется греет мотор потому что у нас тут перерасход бензина на 20 литров вышел лишние тысяча раз как бы ну значительно перерасход там пришлось мотаться в город еще три тысячи на еду лишних тратить там и прочее прочее то есть но зато мы вот добрались не туда куда хотели не добрались еще где-то 15 километров ну как бы все равно все силы положили как говорится не испугал нас не снег не дождь не ветер не шторм мы дошли мы вот показали реальность дальневосточную мы взгрустнули потому что вести туристов на мертвую реку где нет рыбалки у нас планы были тут сделать на следующий год туристические маршруты домик построить и не один парочку стоянок хорошие оборудованных таких ну чтоб дрова были все печка там навеса от это чтоб ты пришел как говорится разложился обсушился и порыбачил поехал дальше фотографировать смотреть увы как бы пока под вопросом интересно вам пишите комментарии вопросы нам фотографии скачивайте мы старались на андрюха мы выложились мы вон какие бородатые мужики стали ну как нет нас от нас зависит сможем мы пробиться мы смогли к гриста на таком мотор на же мощнее мотор нам надо хотя бы восьмерочка у нас просто финансово нереально такое взять даже пятерочку это сейчас наверно тяжело 4 так ник помощнее но тут мелко тут уже речь может идти о водомете потому что здесь мы шли вот уже а река она мелкая я вам показывал вам на каком расстоянии камушки все то есть горная уже пошла вот там она была такая таежная горно-таежная здесь уже он дальше будут перекаты нам горел до сопок дойдете уже будут перекаты но мы не дошли до них увы ну не страшно чё по карте все просто понимаете три сантиметра там четыре пятнадцать километров в реальности он 35 прошли и нифига еще нет ну приблизились на две третьих получается но в принципе так и ясно было что где-то что-то как говорится реальность подровняет наши планы но зато погода вот дарит нам свои последние солнечные деньки тепло 10-12 градусов хотя и не был видели утром какой на палатках все дальний восток машем ручкой все спасибо